Сулах, альхамду лиллах, салату ассаламу аля Расулиллах, аля алихи и асхаби и аману аля маба'ад. На прошлом уроке мы взяли с вами урок Аль-Фа'иль, то есть урок о действующем лице. И говорили то, что у каждого действия должно быть действующее лицо. Не бывает действия, кроме как с ним бывает действующее лицо. И приводили некоторые примеры, как например, Тара Аль-Успуру, летел воробей. Или Джара Аль-Хисану, скакал конь или скакала лошадь. То есть в этом предложении летел воробей. То есть слово летел, Тара, это действие. Это действие, и кто произвел это действие, именно вот этот вот воробей. Поэтому говорили то, что Аль-Успур в данном случае будет кем? Аль-Ха'иль будет Ха'илем, то есть действующим лицом в предложении. И взяли после этого правило, то есть общее правило к этому уроку. Сказали Аль-Ха'иль, действующее лицо, это Исмун, это во-первых имя существительное. То есть действующее лицо не бывает предлогом, и не бывает глаголом в арабском языке. Так же, как в других языках, так или нет. То есть ты не можешь сказать летел в, и все. То есть в летел. Так не бывает у нас в, или над, или под, или х. Все это не летает, так или нет. Летает только имя существительное. И глагол тоже неправильно говорит. Летел, плыл. То есть плыл. Неправильно сказать, что плыл, он и есть тот, который летел. Поэтому говорили то, что действующее лицо бывает только именем существительным. Говорили то, что оно бывает марко. В форме, или стоит предложение в форме марко. То есть обычно оно выражается тем, что над словом, или в конце слова, стоит бамма. Поэтому говорим тарал-усфуру. Не говорим тарал-усфура, или тарал-усфури. А говорим тарал-усфуру. Или джарал-хисану. Лаибал-валаду. Видишь, везде заканчивается, существительное заканчивается на дамму. Потому что файль, действующее лицо, стоит на месте марко в предложении. Поэтому заканчивается на дамму. И говорили такаддаму фиалюн. Перед которым приходит действие. То есть если придет аль-усфуру тара, наоборот, действие придет после действующего лица, то русфур, он будет действующим лицом в действительности. Потому что именно он полетел. Но когда будешь разбирать предложение, слово уффур уже не будет называться чем? Не будет называться фаилем. Понятно ли нет? Не будет называться действующим лицом. Потому что одно из условий в арабском языке, чтобы слово называлось действующим лицом, чтобы его действие приходило перед ним. Приходило перед ним. Тогда оно будет называться фаилем, действующим лицом. Саид. Говорит. Уадалля алалави фаалал фиаля. И фаиль, действующее лицо. Это то, что указывает на того, кто произвел действие. То есть Росфор, в данном случае Воробей, это слово, которое указывает на эту маленькую птичку, которая произвела действие полета. Вот это вот краткий смысл прошлого предложения. Давайте сделаем некоторые правила, которые успеем, точнее некоторые упражнения, которые успеем. Говорит первая Исахарич Аль-Таэль Мин-Кулли-Джумля Мин-Аль-Джумал-Аль-Аки. Выведи действующее лицо, Аль-Таэль, из каждого предложения, которое у нас впереди. Читай первое предложение. Саха Адддико. Нам Саха Адддико. Как перевести Саха Адддико? Ясиху мы говорили. Саха или Ясиху. Как перевести? Кричал или орал. Говорили. Так или нет? То есть Саха Адддико как переводится? Кричит нам. Кричит петух. Или кричал петух. Так или нет? Кукарекал в данном случае. Ну, можно сказать кукарекал, можно сказать кричал. То есть слово Саха, кричать, орать, может менять свой перевод в зависимости от того, что производит действие орания. Если лошадь, говорят, ржал. Если человек, говорят, кричал. Если тот же самый петух, говорят, кукарекал и тому подобное. Но суть в том, что он повышал голос так, как он умеет. Вопрос. Саха Адддико кричал. Петух, где здесь действующее лицо? Тайль. Дик. Нам. Это Дик, то есть петух. Следующее предложение. Джат Аддибу. Джат Аддибу. Так. Как переводится? Почему? Пришел врач. Кто здесь действующее лицо? Врач. Врач нам. Следующее предложение. Вакатат Сауру. Как перевести? Вакатат Сауру. Остановился бык. То есть бык шел, пахал землю и решил остановиться, отдохнуть. Саиль где в данном случае? Таур. То есть бык является чем? Саилем, действующим лицом. Следующее предложение. Иштагалал Амилю. Иштагалал Амилю. Как перевести? Работал. Работал рабочий. Нам. Где здесь фаиль? Нам. Амил. Видишь? Даже слово Амил идет в форме какой? Фаиль. Нам. Уазн. Его Уазн, его форма. Фаиль. Потому что он Амил тот, который сделал Амаль. Производит действие, поэтому он приходит в такой форме. Амил. Следующее предложение. Лаибал Ауладу. Как перевести? Играл ребенок. Нам. Играли дети. В данном случае будет. Играли дети. Где здесь фаиль? Фаиль это дети. Дети нам. Следующее предложение. Как отпык? Как перевести? Ребенок плакал. Нам. Сначала играл, потом плакал. Так или нет? Плакал ребенок. Где здесь? Фаиль. Выпал ребенка. Дальше. Зара Альфаллаху. Зара Альфаллаху. Как перевести? Сею. Сею крестьянин. Где фаиль? Альфаллах. Альфаллах. В данном случае фаиль действующий лицо. Следующее предложение. Ла дагаи. Ла ху саубану. Ла дага саубану. Как перевести? Жалила змея. Жалила змея. Или укутила змея. Она. Где здесь фаиль? Саубан. Следующее предложение. Последнее. Хазар Альфаллах. Как перевести? Иисус был отсутствующим. Пришел отсутствующим. Хазара, то есть пришел в данном случае. Произвел действие прихода, которое ранее отсутствовало. Кто здесь фаиль? Гаи. Вот этот отсутствующий стал саэлем, действующим лицом. Говорит второе произведение. Каждому глаголу, который придет дальше, придумай фаиль. Придумай действующее лицо. Первое слово какое? Набаха. Как переводится набаха? Лаева. Набаха это лай. Придумай к нему действующее лицо. Набаха кальбу. Лаева собака нам. Дальше следующее слово. Смеется человек нам. Следующее предложение. Или слово. Я шрабулю валяду. Пьет ребенок. Нам воду. Дальше. Я киптыклю. Плачет ребенок. Следующее предложение. Натаха сауру. Потому что Натаха это что? Забадал. Забадал нам. Бадал. Бык. Следующее слово. Чихнул чихающий. Кайф дальше. Это самый хитрый. Забадал. 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 Так отправился в путь. Мужчина нам. Следующим лицом. Скажи ярко был Мухаммадом или Солдан. Сел верхом кто Мухаммад. То есть Мухаммад в данном случае действующее лицо. Потому что если мы говорим сел верхом на автомобиль или на лошадь, то лошадь и автомобиль это то, на чем произвели действие, а не само действующее лицо. Потому что лошадь не может сечь верхом на лошадь. Так или нет? Или на машину. Следующее упражнение. Говорит. «Помести следующие имена существительные в предложение, так чтобы каждый из них стал действующим лицом». Теперь наоборот. В прошлом предложении было дано действие, Глагол. Ему нужно было придумать действующее лицо. Теперь дано действующее лицо. К нему нужно придумать действие. Давай, первое слово. Ат-Тельмиду, что делает ученик? Яжлису, ат-Тельмиду яжлису, ученик сидит, нам. Или яграу, или ягрусу, или яксубу, или яхбуру, то есть много может быть глаголов. Следующее слово. Ат-Са-Алабу, что такое Ат-Са-Алаб? Нет, сурбан это змея. Ат-Са-Алаб? Лиса. Лиса, нам. Ат-Са-Алабу, яжри. Ат-Са-Алабу, яжри. Лиса, бежит. Но в данном случае, если мы хотим выполнять упражнение правильно, то мы должны ставить сначала глагол, а потом действующее лицо. Поэтому лучше говорить, яжри, са-Алабу, бежит, лиса, так или нет? Потому что мы говорили, что файль, действующее лицо в арабском предложении, это то, перед чем приходит глагол. Дальше, следующее слово. На. Нахля, юхаллику или тухаллику нахлятун. Так, парит или летит, то чувак. Саев, следующее слово. Ан-намлю. Ан-намлю. Ан-намлю, это кто? Муравей. Муравей. Чего он может делать? Яждагилюн-намлю. Яждагилюн-намлю. Так, стоит корабль или стоит судно. Следующее слово. Юхариб. А, юхариб. Юхарибуль-джунду. То есть сражается военный или воюет военный. Саев, следующее слово. Аль-хадиму. Аль-хадиму. Слуга. Что он делает? Аль-намлю. Я-намлю. Я-намлю. Аль-намлю. Сбит, то, слуга. Так, это было последнее слово, так или нет? Дальше. Ковин минал-калимат аль-адия джумалян муаллафатан минфи'лин муаллафатан минфи'лин муаллафатан муляим ля. Сделай, говорит, из следующих слов, которые придут, предложение. Из действия действующего лица, чтобы это было подходящим. Давай, первое слово. Сахаля. Сахаля, это что? Ржал. Ржал, так. Кто может ржать? Сахаля-ль-хисану. Сахаля-ль-хисану. Ржала лоши. Так, дальше, следующий слово. Натаха. Так, опять Натаха. Сауру. Бадал бык, следующий слово. Шакал-марину. Жаловался больной. Следий слово. Нам. Что делал тельмид? Надо подарить. Я друг тут тельмиду. Учится студент. Правильно, следующее слово. Где у нас джемаль? Где у нас джемаль? Нам, аль-джемалю. Что делает аль-джемаль? Я джемаль, убежит верблюд на скачках. Дальше. Хафиз аль-хафиз. Выучил, кто выучивающий. Опять очень хитрый. Так, следующее слово. Ат-таджеру. Ат-таджеру. Кто делает? Торговец. Торговец. Нам. Я бью ат-таджеру. Так, продает торговец. Следующее слово. Аль-нам. Барака. Барака. Но тебе нужно сделать саи. Есть саше лицо. Баракаллаху, можно сказать. Баракаллаху. То есть, Аллах сам додал все барака. Так, следующее слово. Я джемаль, кисану. Бежит лошадь. Дальше. Остались ли слова? Да. Баракаллаху. Следующее слово. Аль-марибу. Что делает? Шакал-марибу. Жаловался, кто больной. Следующее слово. Последнее. Аль-харуфу есть. Кушать надо. Натаха. То есть, Натаха-ль-харуфу. Базался, кто? Барашек. Так, следующее упражнение будет на дом. Хауин ситта-джумаль. Таштамилу кульну вахидит вмина аля-са-иль. Говорит, придумай шесть предложений, чтобы в каждом из них было действующее лицо. Ваякун уль-фиалю мударян кисалас иль-уля. При том, что глагол или действие будет в настоящем времени, в первых трех предложениях. Вамадыян кисалат ассанья. И будет в прошлом времени, в остальных трех предложениях. Ясно? Значит, шесть предложений, в каждом из них есть действующее лицо. Но в первых трех предложениях глагол в настоящем времени, а во вторых трех предложениях глагол в прошедшем времени. Упражнение, иншаллах, понятно. Дальше. Шестое упражнение говорит. Придумай пять предложений, чтобы все они говорили про христианина. Чтобы во всех них говорилось про христианина. И при этом христианин, этот аль-фаллах, должен быть действующим лицом в каждом предложении. Христианин сеет, христианин сажает, христианин собирает урожай и т.п. Хад хам саджумль младуга аль-фа'ра. Придумай пять предложений, чтобы во всех них речь шла о мышке, так о мыши. При этом, чтобы мышц была тем, кто же действующим лицом. Вот эти два упражнения, пятое и шестое, необходимо написать дома. Ясно? Чтобы когда мы пришли, мы могли просто прочитать, а не придумывать эти предложения на уроке, чтобы не тратить на это время. Необходимо это придумать, где дома. Необязательно, чтобы они были связаны. Просто предложения. Нам, просто предложения, нам, просто предложения. Необязательно, чтобы они были связаны. И последнее, седьмое упражнение. Говорит, самрин фель-гараб. Упражнение на грамматический разбор. Как делается грамматический разбор в арабском языке. Говорит, намузач. Что такое намузач? Примеры. Говорит, хавара аль-гаибу. Пришел отсутствующий. Смотри, у нас предложение перед тобой. Хавара аль-гаибу. Пришел отсутствующий. Хавара, это говорит что? Фи'люн, малый. Клагол прошедшего времени. Дальше. Аль-гаибу. Как разбирается в этом предложении? Говорит, ха-элюн. Фа-эль, то есть он же действующее лицо. Марфу. Он в таком состоянии? В состоянии марфу. Потому что фа-эль всегда бывает марфу. То есть с даммой на конце. Хавара аль-гаибу. Не говорится га-иба или га-иби. Но говорится хавара аль-гаибу. Следующее предложение. Ятыру аль-зубабу. Летит муха. Там летит это глагол. Муха это действующее лицо. Вот теперь разбирается. Говорит, ятыру летит. Фи'люн, муваря. Уже глагол настоящего времени. А аз-зубабу, муха. Это фа-эль, марфу. Это действующее лицо в состоянии марфу тоже. Потому что оно действующее лицо. Фа-эль всегда бывает марфу. Ясно? И говорит, ариф аль-джумлятейни л-адьятейни. Разбери теперь ты два предложения, которые идут дальше. Фа-ва ан-нагру. Как перевести фа-ва ан-нагру? Нам. Разливается река. Давай. Фа-ва. Как? Что такое? Нам. Изливался этот перевод. Но грамматический разговор. Фи'ль малый. Фа-ва это что? Фи'ль малый. Действующее. Нам. Действующее лицо в состоянии марфу. Так как с даммой на конце. Следующее предложение. Ярбаху от Тайзеру. Как перевести Ярбаху от Тайзеру? Нам. Получил прибыль Ярбаху от Тайзеру. Или получает Ярбаху. Получает прибыль Тайзеру. Нам. Тайзер. Кто Тайзер? Тайзер. Тайзер. Торговец. Так. Ярбаху от Тайзер. Теперь расшифру. Что делай? Делай грамматический разговор предложения. Ярбаху это что? Ярбаху это фи'ль мубарих. Благол настоящего времени. Сейчас он получает прибыль. А Тайзер это кто? Тайзер. Действующее лицо. Так. Действующее лицо. Как будет? Тайзер. Марфу. Тайзер в состоянии марфу. То есть он является действующим лицем. Тайзер. Давайте на этом завершим. И сам урок, и упражнение к нему возьмем иншаллах завтра. Тайзер. Именно в следующем уроке. Субханакаллаху. Махамдик. Шагаллах. Иллях. При этом, чтобы мысль была тем, тоже действующим лицом. Вот эти два упражнения, пятое и шестое, необходимо написать дома. Ясно? Чтобы когда мы пришли, мы могли просто прочитать, а не придумывать эти предложения на уроке, чтобы не тратить на это время. Необходимо это придумать где дома. Необязательно, чтобы они были связаны. Просто предложение. Да, просто предложение. Да, просто предложение. Необязательно, чтобы они были связаны. И последнее, седьмое упражнение. Говорит. Самрин фель-гараб. Упражнение на грамматический разбор. Как делается грамматический разбор в арабском языке. Говорит намузач. Что такое намузач? Примеры. Говорит. Хабара алгаибу. Пришел отсутствующий. Смотри, у нас предложение перед тобой. Хабара алгаибу. Пришел отсутствующий. Хабара. Это говорит что? Фи'люн. Ма'вы. Глагол прошедшего времени. Дальше. Алгаибу. Как разбираются в этом предложении? Говорит. Са'ил. Са'ил. То есть он же действующий лицом. Марфу. Он в каком состоянии? В состоянии марфу. Потому что фаин всегда бывает марфу. То есть с даммой на конце. Хабара алгаибу. Не говорится гаиба или гаиби. Но говорится хабара алгаибу. Следующее предложение. Яциру адзубабу. Летит муха. Там летит это глагол. Муха это действующее лицо. Вот теперь разбираем. Говорит яциру летит. Фи'люн мувари. Уже глагол настоящего времени. А адзубабу муха. Это фаин марфу. Это действующее лицо в состоянии марфу. Тоже. Потому что оно действующее лицо. Фаин всегда бывает марфу. Ясно? И говорит ариф аль джумлятейни ла диатейни. Разбери теперь ты. Два предложения которые идут дальше. Фаауа ан нагру. Как перевести фаауа ан нагру? Нам. Разливается река. Давай фааа. Как? Что такое? Нам. Изливался этот перевод. Но грамматический разговор. Фи'ль малый. Фааа это что? Фи'ль малый. Действие. Нам. Действие в прошлом времени. Нагру это что? Нам. Фааин марфу. Действующее лицо в состоянии марфу. Так как с дамой на конце. Следующее предложение. Ярбаху от тазеру. Как перевести Ярбаху от тазеру? Нам. Получил прибыль Ярбаху от тазеру. Или получает Ярбаху. Получает прибыль тазеру. Нам. Тазер. Кто тазер? Тазер. Тазер. Торговец. Ярбаху от тазеру. Теперь расшифруй. Что делай? Делай грамматический разговор предложения. Ярбаху это что? Ярбаху это фи'ль мубарих. Глагол в настоящем времени. Сейчас он получает прибыль. А тазер это кто? Тазер. Действие с лицом. Действие с лицом. Так. Действие с лицом. Как будет? Тазер. Марфо. Тазер. Состояние. Марфо. То есть он является действующим лицом. Так. Давайте на этом завершим. И сам урок и упражнение к нему возьмем иншалла завтра. Тазер. Именно в следующем уроке. Субханакаллаху. Махамдик. Шейваллах. Тазер. Торговец. Так. Ярбаху это тазер. Теперь расшифруй. Что делай? Делай грамматический разбор предложения. Ярбаху это что? Ярбаху это фи'ль мубарих. Глагол в настоящем времени. Сейчас он получает прибыль. А тазер это кто? Тазер. Действие с лицом. Действие с лицом. Так. Действие с лицом. Как будет? Тазер. Марко. Марко. Тазер. В состоянии. Марко. То есть он является действующим лицом. Так. Давайте на этом завершим. И сам урок, и упражнение к нему возьмем иншалла завтра. Тазер. Именно в следующем уроке. Субханакаллаху. И сам урок. И упражнение к нему возьмем иншалла завтра. Тазер. Именно в следующем уроке. Субханакаллаху. И intake. Субтитры создавал DimaTorzok